девчонки всем большой большой привет я рада снова видеть вас у себя на канале кто видит меня впервые давайте с вами знакомиться меня зовут кристина и сегодня я хочу с вами поболтать про свой весенний виш-лист про текущую обстановку с магазинами в россии о том как мы с вами будем вообще искать одежду этой весной где ее искать на что обратить внимание какие бренды существуют вообще у нас на рынке я с ними вас немного познакомлю в общем будет интересная такая девичья болтовня поэтому если вам интересно то обязательно продолжайте смотреть и перед рассмотром этого видео по традиции напоминаю подписаться на мой канал потому что видео выходит каждую субботу и подписаться на мой очень красивый инстаграм благо он работает все в порядке я бы очень расстраивалась поэтому жду вас там и теперь у меня есть телеграм-канал и я кстати теперь знаю что туда писать частенько будут появляться там посты так что все ссылки будут в описании и давайте начинать в общем здесь у меня в огроменной такой чашки мой чай кстати когда мы покупали с сашей эту чашку саша это мой муж если кто-то не знает мы думали что это просто гигантские кружки но на самом деле оказалось что это супница но они нам понравились они в таком винтажном интересном стиле вот если кто-то захочет такие же мы их покупали в макси доме если он еще не закрылся я не знаю и я так долго готовилась к этому видео я разбиралась с новой камеры поэтому я с вашего позволения съем шоколадку с марципаном потому что у меня мозг уже не соображает фокус тут конечно сумасшедший девчонки надеюсь вы тоже что-то кушаете и что-то пьете вкусное и так сначала я вам хочу просто рассказать про свой весенний вишлист и 1022 первое в моем весеннем вишлисте и из-за чего у меня большие опасения смогу ли я найти это в принципе в российском сегменте этот джинс мне просто необходимы классические свободные джинсы типа ливайс и в то время еще работу манго и мне очень нравились экземпляры именно из манго у них еще зимой была коллекция с такой блогершей из европы перниль была очень классная коллекция джинс но в то время я не обратила них внимание и заметила эти джинс только тогда когда они уже были на распродаже естественно там не было никаких размеров поэтому в общем забыли про эти джинсы но они были очень классные постараюсь найти картинку конечно когда случилась вся эта ситуация стала просто стремно искать где-то джинсы но у меня есть для вас парочка вариантов и они кстати довольно таки неплохие учитывая то что у нас нет zara которая в принципе поставщик всех самых классных джинсов по адекватной цене возможно вы смотрели мой осенний вишлист и я там и рассказываю про бренд чукс который открыла девушка которая владеет мульти брендовым магазином украшений вива ля вика у нее из бренд чукс который такой там ценовая политика уже достаточно такая серьезная это уже middle up сегмент там конечно вещи уже подороже но с учетом того как все российские бренды уже умудрились поднять цены из-за курса из-за не знаю поставок из-за рубежа и отшиваются они там не в россии в общем неважно сейчас мне кажется что чукс уже в целом не такой уж и дорогой когда я зашла на им студия тот желаем господи кто бы мог подумать в лайме вещи и качество просто zara но там сейчас такие цены в чукс есть достаточно неплохие джинсы и на тот момент я увидела что они стоят 11 тысяч рублей редко блин как дорого это же можно ли вайс купить или кивин клян какой-нибудь а сейчас когда я зашла на ламоду и увидела что там джинсы левайс который кстати мне очень нравится и я именно такую модель собственно и хотела стоит 17 тысяч рублей я подумала что можно и чукс как бы купить за 11 тысяч потому что джинсы левайс за 17 почти за 20 тысяч рублей это это очень дорого это прям ламода просто бьет все рекорды кстати покажу вам еще кое-что сломоды я думаю здесь вы вообще обалдеете до того как сделала свой заказ с асоса это предыдущее видео асос распаковка если вы не смотрели то обязательно посмотрите я купила футболку пола ральф лорен собственно я в ней сегодня снимаю видео конечно же я перед тем как заказывать в принципе перед тем как что-либо покупать я всегда сравниваю цены смотрю где выгоднее где какие есть позиции и я вам клянусь футболка сломоды пола ральф лорен стоила 5000 рублей с половиной она просто была очень интересна вы видите и сейчас на экране и она действительно красивая 5000 с половиной в принципе неплохо с учетом того что на оси не сильно дешевле цены и такой футболки там нету и знаете сколько она сейчас стоит вы сейчас просто обалдеете эта футболка дамы и господа стоит 20000 рублей 20 не 10 не 15 20000 рублей это просто какой-то трэш я прошерстила несколько сайтов и вот чем хочу с вами поделиться на той же ламоде не оверпрайснутые есть джинсы например от остин я знаю что остин мы с вами никто явно туда не ходит и даже не знает какой там ассортимент но джинсы на самом-то деле в принципе неплохие то есть у них отличный крой и нормальная посадка ну я конечно не могу их пощупать но выглядят они достойно еще я сохранила джинсы бренда марка формель первый раз вообще слышу про такой бренд и они в целом почти ничем не отличаются от предыдущей модели тоже очень достойные и переходим с вами к следующему бренду в котором я нашла джинсы это зарина сейчас мне кажется на зарину единственная надежда и на love republic потому что больше таких больших магазинов я не знаю конечно же российские модные бренды это здорово и клёво но мы с вами понимаем что у них не такой большой оборот у них нет таких мощностей чтобы отживать много одежды своевременно как например есть возможность у зары или у того же h&m маленькие локальные бренды шьют одежду раз в сезон и готовят лекала и разрабатывают ее ее дизайны где-то за полгода до выпуска в некоторых случаях и за год такой бизнес не может себе позволить делать вещи очень часто очень много и подстраиваться под каждый писк моды но тем не менее у нас есть love republic и вот у нас есть зарина и мне кажется на них вся надежда потому что у них много магазинов у них большое производство явно отлаженное у них бюджетные цены они их не подняли из чего я делаю вывод что они скорее всего отшиваются в россии и поэтому мне кажется что на них вся надежда так как у них будет возможность следить за трендами вовремя отшивать какие-то вещи радовать нас реально весенними какими-то и летними новинками которые будут еще и такие в тренде поэтому мне кажется нам стоит сейчас обратить внимание на именно эти два бренда но пока что мне не понравились их новые коллекции кроме как я вот нашла интересные джинсы зарине называются они джинсы релакс и они в целом тоже подходят под мой запрос такие не широкие но при этом прямые мне кажется тоже стоит примерить и конечно же будет очень интересно какое у них качество потому что у меня из зарины и из love republic вообще ничего нет я не знаю какое там качество джинс и даже если с радивариус джинсы меня не устро не устроили по качеству то даже не знаю что будет в зарине но я все-таки надеюсь на лучшее и раньше времени клеветать на них не буду дальше давайте с вами обсудим где я еще нашла джинсы это бренд 12 stores как ни странно у них оказалось очень много джинс и мне действительно многие понравились джинсы прямые длинные за 11900 рублей за 12 они кстати прям очень хорошо подходит под описание под мой запрос они очень похожи на джинсы ливайс которые мы с вами видели также у них есть интересные джинсы светлые на пуговицах мне кажется на лето очень здорово стоит конечно дорог 9000 рублей но еще одни джинсы прямые со средней посадкой мне очень понравились у меня сейчас точно нет настроения покупать оверпрайс нитые вещи только потому что они мне прям нужны на самом деле мне очень в этом плане повезло каким-то образом я закупилась вещами которые мне были нужны заранее в том числе у меня было миллион заказов и чем дыма в последний месяц асоса и поэтому сейчас у меня нет какой-то острой необходимости мне не очень хочется покупать по завышенной цене какой-то товар и если мне он прям сильно понравится я буду в нем уверена то наверное да но про джинсы я вам рассказала давайте теперь поговорим про второй пункт моего вишлиста это стеганая куртка я думаю вы уже видели в инстаграме например что сейчас с осени наверное популярные стеганые куртки в ромбик такие объемные оверсайз много брендов и делают и как же мне было видно когда в манго осенью такая куртка была на распродаже за 3000 рублей я ее не купила потому что решила что весной будут еще много таких курток что я посмотрю еще в других брендах собственно вот дождалась но у меня все равно для вас есть небольшая подборка таких курток я так говорю как будто это ваш весенний вишлист но тем не менее я нашла такую куртку в бренде лигио или лиджио я честно говоря не знаю как его произносить она молочная стоит относительно недорого 7 300 мне кажется очень достойный вариант я понимаю что светлые куртки нравятся не всем потому что они достаточно марки у них наверняка есть еще другие цвета такие куртки максимально популярны в цвете хаки а у меня есть бомбер в цвете хаки именно тоже на межсезон и мне хотелось куртку какого-то другого цвета мне кажется молочная именно для меня подходит больше всего я нашла еще в инстаграме у меня сохранена такая куртка бренда edge design я кстати делала пост с подборкой российских брендов и сделаю скоро вторую часть поэтому подпишитесь правда не в инстаграме это много полезного пишу и вот как раз у edge design есть куртка в цвете хаки именно как сейчас очень модно посмотрим сколько она стоит стоит 14500 рублей дороговато но она действительно классная очень здорово выглядит очень классно стилизована на мой взгляд конечно сумка жак мю лишняя но ой как красиво у меня тут кусочек света следующее что у меня есть в моем весеннем вишне это голубая рубашка я о ней думаю уже давно либо в полоску белую либо нет и у меня было на самом деле огромное желание купить рубашку именно пола ральф лоран они стоят очень дорого 11 12 тысяч рублей на асосе сколько они стоят российских магазинах даже не хочу смотреть но честно говоря очень много таких рубашек продаются на авито за 2000 рублей почему бы не купить рубашку там реально очень много людей продают именно пола ральф лоран я точно не буду покупать какую-то оверпрайс на ту рубашку в российских брендах потому что я знаю что такие рубашки есть были и в заре и в h&m и за 3000 рублей максимум и я не буду покупать за 7 или за 8 тысяч только потому что мне ее хотелось да мне ее хотелось но так скажем перебьюсь и подожду пока вернуться зарубежные бренды и вот еще что я хотела вам рассказать интересное я говорила о том что недавно наткнулась в инстаграме на сервис который называется азора это конечно же не реклама и я им еще не пользовалась но очень бы хотелось так как ребята привозят из португалии абсолютно все любые масс-маркет бренды и даже икея только если это не крупногабаритные товары поэтому мне было бы очень интересно попробовать заказать что-то у них и снять для вас видео возможно заказать зару или манга в общем я думаю сделаю это в относительно ближайшее время солнце ушло обалдеть все двигаюсь обратно следующее чем я хочу с вами поболтать это ботинки на небольшом каблуке я считаю что на весенний и вообще межсезонный период это очень такой модный аксессуар который у вас должен быть если вы хотите разнообразить свой гардероб они на самом деле могут быть абсолютно любыми просто это выглядит красиво элегантно изначально я хотела купить себе ботинки из коричневой замши но я решила купить себе все-таки черные потому что их найти проще и таких моделей действительно больше я купила себе казаки из h&m у меня была распаковка их в предыдущем влоге на моем канале и также покажу вам небольшую подборку которую я нашла вернемся к замшевым ботинкам я нашла очень классные в резервде и кстати вы заметили что резерв не ушел с рынка я считаю что это очень здорово потому что хоть там можно будет иногда найти что-то интересное вот эти кожаные ботильоны которые стоят внимание кстати у них здесь почему-то нет цены у них действительно вот здесь почему-то нет цены вообще нигде я не знаю как это получилось но ботильоны мне очень нравится они из замша натуральный я думаю они будут стоят где-то около 7000 надо смотреть по наличию в магазине они мне очень нравятся мне кажется это идеальный просто вариант похожие ботиночки которые мне понравились только уже кожаные из бренда российского тумут на удивление у девочек есть еще и обувь это очень здорово потому что не у всех российских магазинов есть обувь только у 12 stores и у тумут на самом деле они есть еще и в цвете песочном тоже но они уже подороже стоят 19 тысяч рублей и конечно же здесь хочется посоветовать мою любимую иконику потому что там нереально крутой выбор каждый раз когда я прихожу в магазин очень нравятся многие позиции обуви но они такие дороговаты не все есть возможность купить но зато это не масс-маркет это очень хорошая по качеству обувь кстати говоря на ламоде еще остались какие-то остатки видимо со складом манго и здесь тоже есть очень хорошие ботиночки которые стоят 5000 рублей очень приятные конечно каблук у них такой побольше не сказала бы что на каждый день но очень красивенькие и можно было бы и их приобрести и до этого у них еще были ботильоны massimo duty но их уже все раскупили поэтому даже не знаю и конечно же реально не забывайте про авито там очень много чего продается совершенно нового потому что людям не подошел размер вы можете купить это чуть дешевле это отличный я считаю вариант когда у нас не работают магазинах следующая в моем весеннем вишлисте точнее у меня эта вещь уже есть и я бы ее записала в список весенний маст хэв это кепка я купила опять же кепку пола ральф лоран я надеюсь вы смотрели предыдущее видео она бежевого цвета очень красивая мне кажется максимально универсально подойдет под все мои весенние образы мне кажется что весной пора покупать кепки потому что скоро грядет лето они вам обязательно понадобятся очень стильный аксессуар который украсит и сделает интереснее любой лук следующую вещь который я бы хотела купить на весну и на лето у меня так скажем нет ни необходимости я говорю про бежевый пиджак они смотрятся просто шикарно из белыми джинсами с голубыми джинсами шортами и с белыми кроссовками с теми же ботиночками из замш светлыми какими-то и опять же с кепкой просто это очень-очень универсальная вещь вокруг которой можно построить миллион луков тут я конечно же не открою америку белые кроссовки на весну и на лето это абсолютный маст и многие люди покупают их каждый новый сезон не скажу что я в их числе но моим кроссовкам белым уже где-то два года и они мне очень надоели я хочу что-то новое к тому же у меня они из платформы мне хочется просто классическую обувь я изначально думала что я буду покупать классическую модель от рыбок я еще нашла интересную модель которая очень похожа принципе внешне это кроссовки adidas кроссовки называется adidas supercourt они стоят 12 тысяч рублей на официальном сайте какие классические хорошенькие кроссовки без платформы очень в духе того что я хотела бы что я ищу себе следующее чтобы я хотела себе купить эта сумка на весну я уже давно присматриваю себе сумку наверное зимы какую-то весеннюю светлого цвета бежевую или молочную потому что у меня все сумки именно хорошего качества они черные в общем мини предыстория мне уже тысячу лет как нравится сумка бренда окна studios она называется mitsubishi и она стоила сначала 50 тысяч теперь на 160 тыс в общем она постоянно растет в цене и у брендов аркет и коз есть максимальные очень похожие аналоги они стоят 10 тысяч рублей это абсолютно отличная адекватная цена за кожаную сумку и мне очень хотелось купить на весну именно такую сумочку и еще у коса весной вышла очень интересная сумка банан она мне тоже нравилось такие сейчас продаются на авито с огромной наценкой в 5000 рублей мне все еще есть надежда на вот этот сервис азора конечно я могу прожить без голубой рубашки я могу прожить без бежевого пиджака мне это не сильно нужно это не такая прям острая необходимость но действительно весенней какой-то сумки у меня нету и мне не хочется ходить всю весну и все лето с черными сумками поэтому именно в этом случае я буду что-то придумывать буду что-то решать конечно есть и у 12 stores интересные сумки но они очень дорого стоят у 12 stores есть очень интересная сумка которая явно вдохновлена брендом the row и у них есть знаменитая сумка half moon и конечно же это точная не точная копия но очень похожая модель сумка я так понимаю небольшая где-то вот такого размера и стоит на 25 тысяч рублей за такие деньги можно купить что-то интересное на фарфетче какого-нибудь интересного дизайнера поэтому определенно нет следующее что я записала себе в виш-лист это брючный костюм я не мечтаю уже давно здесь текущая ситуация никак не испортила мои планы так как я не собиралась покупать костюм в заре и в масс-маркете потому что за такие деньги можно купить действительно что-то хорошее и что-то интересное первый бренд в котором есть достойные костюмы это бренд all we need конечно же есть 12 stores с брюками за 15 наверное тысяч рублей сейчас посмотрим у них есть брюки за 11 тысяч рублей но я не очень хочу такие брюки бананы укороченные мне хочется чтобы они были больше по фигуре такие dead fit не совсем с низкой талией и не с высокой то есть средняя такая талия обязательно стрелки и желательно именно серый цвет потому что бежевый это конечно красиво и дорого но короче для меня бежевый это такой максимально летний цвет но и черные брюки я не хочу так как у меня и джинсы черные есть мне много черного цвета в гардеробе поэтому хочется именно серый комплект и у 12 stores неплохие правда брюки но это не совсем то что я хочу они такие прям широкие но очень достойные вот эти тоже очень интересный но они такие прям бананы широкие и объемные жакеты у 12 stores кстати не очень дорогие я понимаю что 16 в 15 тысяч рублей это много но в других брендах они не дешевле и даже в заре бы жакеты могут столько стоить поэтому я считаю что это адекватная цена за жакет и очень странно что у них есть пиджаки и брюки отдельно каких-то комплектов в 12 stores нет я забыла вам рассказать про еще один вариант сумки на лето бренд 31 gate наш питерский у них насколько я знаю производство в россии а по-моему даже в петербурге у них есть вот такая интересная сумка мешок из мягкой кожи тоже вдохновлено немножечко дыро вежливый цвет очень симпатичный надо нее посмотреть вживую и возможно у нее непонятная ручка получится ли ее носить на плече или она недостаточно широкая для этого в общем немножко непонятные габариты у нее я нашла очень интересный бренд который называется bnprt у них шоурум в москве есть на фоне того что все подняли цены и в среднем любая вещь в любом российском бренде теперь стоит семь восемь тысяч рублей когда я вижу например брюки на этом сайте которые стоят 5000 рублей я понимаю что это отличная цена у них есть костюм серый в полоску это в принципе практически то что я хочу но мне не очень нравится полоска но все равно решила вам показать потому что очень интересный крой вот именно как мне нужен такой не оверсайз именно прямой вторые брюки именно однотонного серого цвета как я и хотела у них потрясающий серый цвет не очень светлый не очень темный мне не нравится еще меланж вот который иногда есть на одежде я не скажу что мне нравится жакет потому что он выглядит мешковато и как будто не держит форму и мне не нравится что он двубортный короче жакет мне не нравится но брюки мне запали в душу если честно это конкретно картинка прямо отображает то что мне нужно просто максимально 4990 рублей 2 в наличии блин блин надеюсь никто не купит еще вам покажу один костюм но опять же здесь брюки бананы поэтому не совсем мой вариант но очень здоровский пиджак и вообще очень стильно выглядит этот костюм на брюки я хочу другие поэтому и стилизация мне очень нравится и кстати вот эти тапки тоже хотела бы купить кстати очень круто здесь кроссовки они кстати похожи на дидас супер курт вернемся к вот этой фотографии я очень похожий нашла кстати в резерве у них опять же почему-то нет цены очень симпатично очень стильно и в целом я бы купила я еще видела что в иконике есть я смотрела на них вживую в магазине они обалденные очень красиво но стоит конечно же там и вот эта стилизация мне дико нравится с белыми кроссовками с кепкой вот то что я вам и говорю про кепку про белые кроссовки собственно как то так мой список уже закончился в этот раз мне не хотелось вам рассказывать про какие-то тренды про какие-то модные вот эти штуки потому что я если честно уже отошла от этой концепции трендов не трендов мне больше по душе собирать свой классный базовый гардероб разбавлять его интересными элементами и наслаждаться этим мне больше не нравится следить за трендами пытаться себе каждый сезон что-то интересное купить мне это больше не интересно но если вам было бы интересно посмотреть такой ролик то обязательно дайте мне об этом узнать в комментариях и я соберу для вас какие-то тренды сделаю про это видео и давайте перед концом этого видео еще быстро поговорим про ароматы весенний раньше у меня не было разделения на весенние и осенние в общем сезонные ароматы у меня всегда был один парфюм которым я постоянно пользовалась независимости от времени года вне зависимости от день вечер настроение и недавно мне пришло осознание что это неправильно не то чтобы это неправильно просто это больше не отображает то как я чувствую я поняла что я действительно хочу более свежий фруктовый аромат на весну хотя зимой я говорила что дайте мне все самое мускулинное и пряное то сейчас мне хочется свежести мне хочется весны мы же не носим зимние вещи весной и не носим летние вещи зимой поэтому парфюм для меня уже часть гардероба поэтому я считаю что его нужно свое время наменять у меня аромат такой уже появился и я пожалуй схожу за ним и покажу вам я его нашла еще осенью случайно когда искала себе осенний аромат он мне очень понравился я поняла что его то я и куплю себе на весну потому что он такой прям свежий и очень интересный это коробочка jo malone мне подарил этот парфюм мама на день рождения у нас какая-то традиция в семье она все время мне дарит парфюм на день рождения и мы решили ее не нарушать очень красиво сделано он в принципе не сильно дороже стоит чем тот же зелинский но знаете когда я покупала роман зелинском не дали обычный самый дешевый крафтовый пакет на котором даже не было печати или наклейки зелинский эндроузен там был просто пробник ой точнее плоттер который был с крепкой прикреплен к пакету и на плоттере как раз было написано имя бренда и это было максимально дешево и некрасиво конечно у них был интересный тубус под флакон бронзированный но собственно на этом все у jo malone был максимально красивый пакет также была открытка которая была вручную подписана девушкой каллиграфисткой все было максимально красиво празднично флакон был еще перевязан лентой красный короче я получила максимально эстетическое удовольствие когда распаковывала все это мне очень понравилось как подходит бренд к упаковке своих парфюмов сейчас я покажу как он выглядит внутри я думаю вы поняли здесь потрясающая черная шуршающая бумага и это просто приятно доставать приятно дарить я выбрала себе парфюм который называется пом гранат нуар дерзкая чувственность воплощенная в аромате сочные и экзотические ноты рубинового граната подчеркнуты оттенками розового перца и лилии кассабланка согрета с облазнительным сочетанием дымных акцентов двоякового дерева и пачули загадочный глубокий аромат полностью согласна мне очень нравится аромат для меня почему-то он пахнет грушей они гранатом но это не делает его хуже я не знаю постоянно пшикаюсь он мне очень нравится идеально на лето и на весну для тех кто любит какую-то пряность дымность но при этом он свежий я не знаю как они это сделали просто потрясающий мне в последнее время стало интересно парфюмерия интересно слушать и открывать для себя новые ароматы новые запахи как-то хочется начать в этом разбираться познакомиться с интересными нишевыми брендами и как будто даже хочется собрать какую-то коллекцию из ароматов чтобы была возможность выбирать аромат под настроение пока что у меня их только два первый аромат у меня зелинский розен орхидея ваниль и амбра по-моему я думаю с этого момента я начну коллекционировать парфюмы потом обязательно буду с вами делиться если вам интересно возможно спешу какой-нибудь ролик на эту тему дорогие мои это уже конец видео я надеюсь вы хорошо провели со мной время в моей компании если да обязательно поставьте этому видео лайк и до скорых встреч